Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Вы пишете, точнее спрашиваете, как научиться распознавать придирки, которые обычно правильнее назвать в матерной форме. Распознать придирки можно по тому, что критика, в которой поступает ваш адрес, не является конструктивной и не нацелена на то, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Именно так критику определяют стандартным анализом. Именно так отделяют конструктивную критику от деструктивной. Критику врага от критики союзников. Многое из этого я воспринимаю всерьез. Воспринимаете вы всерьез, потому что вас это задевает. А задевает это вас, потому что вы не выработали отношения к тому, что вас задевают. Ну, совершенно очевидно, что задевает вас то, что вы можете назвать своими недостатками. То есть, если вы скажете, например, человеку, что он дурак, и в ответ человек начнет агрессировать, наверное, его это задело. Но что это значит? Это значит, что человек глубине души действительно считает, что он дурак. И у него нет четкого отношения к этому. То есть, либо он принимает вот так, что он дурак, и довольствуется этим, говоря, что да, я дурак, я знаю, и как бы ни на что не претендую. Либо старается это поменять. Других вариантов тут как бы нет. Соответственно, если вы воспринимаете что-то всерьез, то тоже нужно вырабатывать свое отношение к тому, что именно вы воспринимаете всерьез. Иными словами, если вы реагируете на критику достаточно серьезно, как вы говорите, то значит и в вас самом есть что-то, что не устраивает вас. В вас самом есть что-то, в чем вы, ну, например, сомневаетесь, допустим. Вот примерно в таких аспектах и нужно вам работать. Примерно в таких аспектах вам и нужно двигаться. Читаю книги на счет этого, чтобы обрести уверенность, что я не такой и так далее. Не очень понятно. Во-первых, книги пишут всегда для специалистов, не когда для клиентов. Это первое. Второе. Обрести уверенность можно только в том случае, если вы выработаете отношение к тому, что вы из себя представляете, к своим отдельным индивидуальным взглядам. Это первое. И второе, если вы будете действовать и направлять свои ресурсы на что-то, что будет отличаться живой эмоциональной и чувственной обратной связью. По-другому уверенность вам не обрести. Так, что я не такой и так далее. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Я начинаю даже вести себя как в обре будет. Кто? Понимаете, вести себя как в обре будет можно только в том случае, если вы используете принцип психологического айкидо. или принцип амортизации, как его еще называют. Принцип психологического айкидо и амортизации предполагают, что вы делаете так, как хочет от вас человек, с целью показать ему, что то, что он хочет, невозможно, абсурдно и, вообще-то говоря, вредно. Вредно, в первую очередь, для него самого. Только в этом случае, то есть, находясь как бы над ситуацией, вы можете поступать так, как от вас хотят. В остальных случаях, вряд ли вы сможете это сделать. Спустя два месяца пишите вы, я сам по себе, оказывается, делаю правильно до придирки. Не очень, опять же, понятно. Начинаю вести себя как дабы и понимаю, спустя два месяца, что я сам по себе, оказывается, все делаю правильно до придирки. Кто определяет, правильно вы делали или нет? Как меняется ваше представление о том, что правильно или нет после придирки? Не очень понятно. То есть, получается, что вы не уверены в себе, не уверены в том, насколько вы правильно делаете то, что нужно, и поэтому вас задевают придирки. Соответственно, вы плаваете в том, что касается субъективных позиций. Почему, для чего, как, на что ориентироваться и так далее. Это можно корректировать, это можно скорректировать. Не умею распознавать и все, не понимаю. А зачем? Понимаете, распознавать придирки вам зачем? Если человек вас критикует, вы просто смотрите, что именно вас задевает и вырабатываете к этому отношениям. И все. Если вы выработали отношения, то вас это не будет задеваться. И на придирки вы, соответственно, реагировать не будете никак. Он придирается и придирается, и пусть. Вот. Другой вопрос, если это носит функциональный характер, функциональные отношения. Когда, например, начальник придирается к вам и так далее. Здесь же все определяется четким регламентом того, что вы делаете. Соответственно, начальник, в принципе, он имеет право придираться, он имеет право требовать от вас делать что-то. Но, опять же, только в рамках трудового договора. Вроде бы в антиманипулятивной литературе такого нет, и она против придирок мне не помогает. Потому что антиманипулятивная литература совсем про другого. Не про придирки. Знаете, придирки, это критика в ваш адрес. А манипуляции, когда человек хочет заставить вас сделать то, что вы не хотите делать. Это немножко другие, немножко разные вещи. Так, про счету серьезной помощи. Аноним. Серьезная помощь вам может быть доставлена только в рамках индивидуальной личной консультации после проведения анализа вашей жизни, вас и выяснения всех важных для психологической работы аспектов. Так, метод не слушать тебя будет неплохо, но на самом деле все куда более шире, на самом деле я имею в виду не про работу. Увы, такая задача, что я могу просто дружеско общаться с девочкой и не читать переписку не выйдет. А, ну здесь вы имеете в виду, что вообще не с девочкой вы видите придирки. Да, вы это имеете в виду. Ну точно, да, я прекрасно понимаю. Ага, именно поэтому я и говорил, что придирки являются придирками только в том случае, если вы не выработали отношение к себе, к своим недостаткам. Суть в том же, что это может быть очень хорошо замаскировано, но даже вполне приятно читаться или слушаться. Понимаете, мне не очень ясна концепция придирок в вашем понимании. Вот серьезно, мне не очень ясна. Вы общаетесь с девочкой. Девочка к вам придирается, маскируя свои придирки в приятную форму. Ванда, что из этого? Ну, общается с вами девочка, она к вам начинает придираться. Вас это задевает? Если задевает, в чем? Почему? Как? Что вы готовы с этим делать? Знаете? Предположим, я общаюсь с вами. И вы мне говорите, Андрей, вот твой метод, в котором ты работаешь, да, он как бы, ну, лажает вот здесь, здесь, здесь и здесь. Да? Ну, я вначале с вами как бы разговариваю в рамках взрослого, да, диалога, объясняю, что он не лажает, а что есть там свои нюансы, свои торги и так далее. Я смотрю, вы продолжаете настаивать на том, что мой метод именно лажает. Ну, допустим, к примеру. Я понимаю, что ваша цель состоит не в том, чтобы докопаться до истины, да, а именно в том, чтобы убедить меня в том, что мой метод плохой. Естественно, вступает в силу не то, что вы говорите, потому что вы можете говорить все, что угодно, и писать вы можете все, что угодно, а то, как я реагирую. Понимаете? Если я реагирую негативно, мне это неприятно, меня это задевает, то, соответственно, в таком случае я думаю, как и что мне сделать в этой ситуации. То есть либо поменять метод, если меня задело, либо оставить его, ну, например, повернуть усовершенствованию и так далее. То есть придирки распознаются через чувства. Через чувства. Мне неприятно это слышать. Мне больно это слышать. Я через придирки делаю то, что мне не хочется делать. Понимаете? Вот и все. Если у вас проблема с чувственным интеллектом, с эмоциональным интеллектом, это уже отдельная тема, с этим нужно работать. Работа с чувствами, она очень важна для мужчин, которые у нас, к сожалению, воспитываются в рамках отказа от чувств своих. Я считаю намного выгоднее научиться распознавать придирки на говне, чем знать все на свете или практически ни с кем не общаться, чтобы быть с ним успеем. Согласен с вами. Я не могу их обнаружить сразу. Но этому можно научиться. Этому можно научиться. Опять же через чувства. Через чувства. То есть вы на самом деле очень легко будете распознавать, если будете иметь доступ к своим чувствам. У вас низкий, низкий эмоциональный интеллект. То есть говоря о том, что вот, смотрите, вы говорите, что распознавать придирки на камню. Да? Окей. Прекрасно. Но при этом вы пишите, что мы знаем все на свете или практически ни с кем не общаться. Окей, замечательно. Но вы создаете впечатление у человека, который... Вы создаете впечатление у человека. Который. Именно этим и занимаются. Пытаются знать на свете и стремиться к нам, ни с кем не общаться. Исходя из этого, вероятно, вы, то, что вы делаете, то есть не распознаете привычки, эээ, придирки, простите, не распознаете придирки. Эээ, с первой точки зрения ваше поведение представляет определенную цель, определенную выгоду. И я вам здесь рекомендую подумать, какая выгода для вас может быть в этом смысле. Я понимаю, что первая реакция такая, что какая выгода вообще может быть. Вы что? Но она есть. Вы как раз подкрепляете какую-то свою позицию жизненную. Когда, эээ, не можете распознать придирки сразу, распознаете их папу, например. Вот это всё. Это, помимо, эээ, вместе с работой над чувствами, да, над помещением, эээ, чувственного интеллекта, эмоционального интеллекта, является тем, чем нужно сами заниматься. Вот. Так, я не понимаю, зачем их делают. Эээ, во-первых, существует такая игра. Она называется, Попался Second Thing. Можете почитать об этой игре в интернете, она так и называется. Во-вторых, существует игры власти. Когда человек пытается контролировать всех за счёт других людей. В-третьих, просто элементарное самоутверждение и так далее. Да, какие, какие ещё могут быть причин, очень много. Вот. Лично у меня никогда в жизни не возникало желания придраться, и пока я на себе не пойму, то не смогу обнаруживать их у каждого. Ну да, я с вами согласен. Я с вами согласен. Правда, я не уверен в том, что у вас, эээ, что вы никогда в жизни ни на кого не придирались. К сожалению, вот исходя из того, что вы пишете, вот, что вы один ответ отвергли, и второй ответ отвергли. Вот. Я так допускаю, что это и есть придирка. То есть, такая вот завуалированная тоже. То есть, вы отказались от одного профессионального совета, от другого профессионального совета. Вот. Это уже напоминает игру дано. Ещё одна психологическая игра дано. Набывается. Вот. Работать нужно, нормально, нормально. К сожалению. К сожалению. Вот. Я так вот смотрю, что вы задаете вопрос уже не первый раз. Работать нужно, нормально. На этом всё. Я надеюсь, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры! Спасибо за просмотр! Почему Парти하는 инфинкт? Парти! Продолжение следует...